Всем привет! Сегодня смотрим, как играть в игру Azul от немецкого дизайнера Михаэля Кислинга. Это довольно популярная сейчас игра, и она находится на первом месте среди абстрактов на сайте BoardGameGeek, также на третьем месте в списке лучших семейных игр и на 65-м в общем чарте. Azul в переводе с португальского означает «синий», в Португалии очень распространена своеобразная бело-синяя плитка, и как раз подобными плитками тематически игроки украшают стены Королевского дворца. В игру могут играть от двух до четырех человек, займет она 30-45 минут. Изданием занимается компания Plan B Games и данный принт 2018 года. Буклет с правилами игры. Картонные плитки фабрики выдавливаются хорошо, материал плотный. Четыре планшета игроков, яркие, из плотного картона, двусторонние. Единственное нарекание — то, что не очень хорошо сидят на столе, слегка неровные. Мешок, куда мы будем складывать тайлы. Сами тайлы различных цветов, хорошего качества, приятные на ощупь. Тайл первого игрока. И маркеры для подсчета очков. Как всегда смотрим игру на двоих. Выложим для двоих игроков пять тайлов фабрики. Перемешав наугад все плитки, достанем и выложим на каждый тайл фабрики по четыре. Каждый игрок получает свой планшет, где мы выставим маркер счетчика очков на ноль. По правилам, начиная тот игрок, который последним посещал Португалию, пусть это будет игрок, сидящий слева. Игра проходит в несколько раундов, каждый из которых делится на три фазы. Во время первой фазы мы можем взять себе все плитки одного цвета с одного тайла фабрики, или же с центра стола. Первый игрок решает взять данную плитку и выложить ее таким образом, а остальные же плитки с данного тайла фабрики сбрасываются в центр стола. Второй игрок возьмет две такие плитки, выложит их таким образом, то же самое оставшиеся уходят в центр. Первый игрок возьмет две красные плитки, и второй игрок возьмет желтую, точно так же сбрасывая все в центр. И теперь первый игрок решает, что он возьмет плитки из центра, так как он был первым, кто это сделал. Он также возьмет себе маркер первого игрока, это будет означать, что в следующем раунде он будет первым, однако данный маркер помещается на так называемый пол, и в конце раунда даст ему минус одну очко. Второй игрок помещает данные плитки, которые он взял из центра, и первый игрок берет одну желтую плитку с тайла фабрики, и таким образом все оставшиеся плитки находятся в центре. Второй игрок помещает две плитки, первый игрок добавит еще одну желтую. На данный момент, если ряд пустой, то в него можно поместить плитки любого цвета, но добавлять плитки можно туда только точно такие же. Правый игрок две красные плитки, первый две синие, и правый игрок возьмет еще одну черную плитку и разместит ее в последний ряд. Итак, плитки данного раунда закончились, и мы переходим ко второй фазе, где мы выкладываем их на стену. На стену выкладываются только плитки из завершенных рядов, и только самая последняя из них. Таким образом, первый игрок выложит одну плитку сюда и получит за это одну очку. Далее второй ряд тоже был завершен, красную плитку передвинем на свое место и тоже получим за нее одну очку. Третий ряд также был завершен, передвигаем плитку и получаем одну очко. Четвертый и пятый ряды не были завершены, поэтому плитки остаются на своих местах. Оставшиеся плитки убираем, но не обратно в мешок, а в коробку. И последнее посмотрим на пол, где лежит один тайл, который заберет у игрока одну очку. Второй игрок, точно так же первый ряд закончен, одну очко. Второй ряд закончен, еще одну очко. Третий ряд не закончен, и четвертый ряд принесет еще одно очко. Использованные плитки уходят, точно так же в коробку. И третья, последняя фаза раунда, это фаза подготовки. Мы точно так же из мешка достаем по четыре плитки на каждой тайл фабрики. Начнем следующий раунд. У нас появились некоторые дополнительные условия, а именно, если на стене уже есть определенный тайл, то мы не можем больше добавлять его в ряд. То есть, например, первый игрок не может добавить красные тайлы во второй ряд, и черные тайлы в третий, и так далее. Первый игрок выбирает две черные плитки, добавляет их во второй ряд, сбрасываем остаток в центр. Второй игрок берет одну синюю плитку. Первый игрок берет две красные плитки, добавляет третий ряд. И второй игрок берет одну красную плитку и добавляет ее последней в третий ряд. Первый игрок решает взять плитки из центра. Он берет три желтые, а также маркер первого игрока, который он помещает на пол. И из трех желтых плиток он может добавить только две. И третья плитка точно так же уходит на пол. В конце раунда она принесет ему еще минус одну очку. Второй игрок заберет четыре плитки из центра. Две плитки поместит во второй ряд, и две плитки уйдут вниз. Первый игрок две синие плитки поместит в последний ряд. Второй игрок заберет две черные плитки в последний ряд. И плитки остались только в центре. Первый игрок возьмет последнюю синюю плитку. Второй игрок черную. И, к сожалению, первый игрок не может поместить последнюю плитку ни в один из рядов, так как в первом ряду данная плитка уже есть на стене, и поэтому она отправляется на пол. Подсчитаем очки. Второй ряд был закончен, и черная плитка передвигается на свое место, за что игрок получает два по вертикали и два по горизонтали четыре очка. Четвертый ряд принесет игроку одну очку. Пятый ряд принесет ему два очка, так как два тайла находятся рядом по вертикали. Но игрок также потеряет четыре очка. Минус один, минус один и минус два. Уберем лишние тайлы в коробку. Второй игрок получит два очка за первый ряд, два очка за второй, так как два тайла находятся рядом по вертикали. Два очка за третий ряд, точно так же. и минус 2 штрафных очка. Таким образом, раунды продолжаются, пока во второй фазе, по крайней мере, у одного из игроков не будет заполнен полностью один ряд стены. Тогда игра заканчивается и ведется дополнительный подсчет очков. За каждый заполненный ряд игрок получит плюс 2 очка. За каждую заполненную вертикаль игрок получит плюс 7 очков. И также плюс 10 очков можно получить за каждый полный набор плитки одного цвета. Например, в данном случае игрок собрал все черные плитки, 5 штук, поэтому он получит дополнительно 10 очков. Это была игра Азул. Если вам нравится мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также я есть в сети Инстаграм, ссылка под видео. Всем отличного дня!